Теперь берем москитную сетку, накрываем, зафиксировали все наши образовавшиеся складки из шелков, высушиваем тщательнейшим образом. Чем лучше мы высушим, тем легче нам будет работать. Как видите, если шелка увлажнены, то они прилипают друг к другу, это осложняет наши манипуляции с ними. Как следует, на два раза постараемся высушить почти до конца. Аккуратно снимаем москитную сетку и вот что у нас получилось. Пространство вокруг круга у нас свободно от шелков. Здесь появились креативные окошки. В которых нет тоже шелка. Это не страшно, это красиво, это сделано специально. Расправляем складочки, которые нас не устраивают немножко. И начинаем обрабатывать, выкладывать шерсть. Выложим шерстью периметр нашего маленького круга, который служит входом в наш билет. Шерсть выкладываем буквально такой же прядочкой, как и мы выкладываем все в сусальном шелке. На экране не видно, что шерсть кладется внахлёст. На экране видно, что она кладется кусочками, а на самом деле она выложена внахлёст. Это просто дефект установки кадра. Обкладываем весь периметр маленького круга шерстью. И вот здесь теперь нам нужно обработать периметр. По всему кругу точно так же очень тонко, очень тонко выкладываем шерсть. Вот здесь мы должны зафиксировать периметр небольшим слоем шерсти. Практически его не видно, как видите. Прядочка совсем, совершенно тонюхенькая. Выкладываем по всему периметру. Не обязательно вдоль, можно немножко наискосок. Здесь у нас, как видите, сгустки складок, поэтому здесь мы однозначно должны выложить немножко наискосок шерсть. Итак, продолжаем выкладывать весь наш периметр. Как видите, прядки шерсти очень тонкие. Не устаю повторять, шерсть выкладываем очень тонко, очень тонко. Здесь можно еще меньше положить шерсти, потому что здесь рядом лежит шерсть от входа в берет. И начинаем выкладывать пространство, которое не заполнено еще шерстью. Сгустки складок. Окошко оставляем незаполненным шерстью. Это будет красиво. Добавили немножечко там, где вкладки гуще. Ну вот как-то так покрываем все пространство рядочками шерсти. Если шерсть сваряло, ее нужно расправлять, чтобы не было скатанной шерсти, скатанных волокон. По разреженному шелку вообще можно класть очень маленькое количество шерсти. Разреженный шелк, особенно при взаимодействии с разреженным, а не с газом, приваливается буквально в один волосок в шерсти. Ну вот как-то так выложили нашу шерсть. Теперь нам нужно накрыть все это нашим маленьким кругом из разреженного шелка. Это будет нижняя часть, основа нижней части берета. Аккуратно, соблюдая все края, выкладываем, расправляем все складочки аккуратно с шерстью. Шелк у нас, этот круг сухой, поэтому с ним еще пока легко работать. Все, зафиксировали краешек, выровняли весь шелк. И теперь нам нужно по периметру, поверх нашего разреженного шелка, чтобы приклеить большой круг к маленькому. Чуть-чуть. Очень маленькое количество, просто буквально незаметно. Мы даже видеть эту шерсть не должны, как мы ее выкладываем. До такой степени она должна быть прозрачной, эта прядочка. Подбрасываем по периметру, просто для фиксации большого круга слегка подбрасываем по периметру шерсть. Чуть-чуть. Хотя, в принципе, можно было бы этого и не делать. И шелка и так привалялись бы прекрасно, но это уже только для очистки совести, что называется. Мы просто выкладываем шерсть, чтобы спокойно уже потом, от присутствия шерсти, что от надежности, для успокоения совести, кладем эту шерсть. Выкладываем. Как видите, прядок практически не видно. Хотя я стараюсь сделать их потолще, чтобы просто в съемочном варианте вам было понятно. Таким образом закладываем весь периметр шерстью. И вот у нас готовый сэндвич с выложенной шерстью по периметру. Начинаем загибать на нижнюю сторону припуски большого круга разреженного шелка, формируя при этом складочки. Поскольку шелк шире, он, естественно, будет формировать, собираться в складки. Равномерно, аккуратно начинаем накрывать вот эту нашу выложенную, припорошенный вот этот край, аккуратно накрывать разреженным шелком, формируя при этом складки. со всех сторон аккуратненько. Еще раз напоминаю, что лучше бы это подсушить, потому что манипулировать легче с сухим шелком. Этот немножко сложно все-таки поднимается и тяжеловат. Лучше его подсушивать. Может быть, даже оставить работу, чтобы он высох. заправляем шерсть и постепенно аккуратно закрываем весь край нашим большим кругом из разреженного шелка. все, закрыли, расправляем, где нас не устраивают складки. Пригладили, поправили, все и начинаем мочить. мочить начинаем с краю, фиксируя сгиб и слои шерсти, которые мы накидали по периметру, примачивая и фиксируя их водичкой. По периметру аккуратненько все поливаем, где-то подправляем и все смачиваем водой, чтобы это все хорошенько слои склеились друг с другом. Все, ну и теперь заливаем оставшейся водой в губке всю среднюю часть. Накрываем москиткой и теперь уже с краев к середине начинаем сгонять влагу. С краев к середине фиксируя тем самым вот этот наш загиб, сглаживая его, выравнивая эти складки, фиксируя эти складочки, если даже они образовались на разреженном шелке большие, они будут незаметны, поскольку он у нас очень тонкий. Все, разглаживаем, накрываем опять полотенцем, опять высушиваем. Снимаем москитку и вот практически наш берет готов. я хотела сказать, готов к дальнейшей обработке. Мы будем работать либо шлифмашинкой, или можно делать его и старинным способом, завернув в колбасу, накрываем пленочкой, в край вот так, наматываем аккуратно на скалку, расправляем вкладки и катаем. ничего тут сложного нет, поэтому я этот, мы это оставим, поскольку это знают все и так. Я вам покажу, как работать шлифмашинкой. Обрабатывать шлифмашинкой нужно с краев к середине. Ставим на несколько секунд шлифмашинку, включаем и аккуратно отнимаем платформу от поверхности стола. Аккуратно, потому что шелка могут потянуться за платформой. Придерживаем иногда даже рукой. Аккуратненько видите, как я поднимаю? Переставляем машинку тоже на несколько секунд опять. И так по всему периметру, придерживая шелка рукой. Даже если такая оказия случается, что шелка сильно подпрыгнул под платформу, ничего страшного, мы его подправим, поскольку шелка уже практически начали сваливаться, сцепляться с шерстью. Снова включаем машинку. смотрим аккуратно так. Продолжаем валять по всему периметру. Машинку сейчас включаем ненадолго, на несколько секунд, чтобы только-только обеспечить сцепку шелков. У нас уже пошла консолидация шелков и остался вот этот незаваленный наш круг входное отверстие, которое вообще без шерсти. Его нужно подрезать, сделать в нем надсечки небольшие крест-накрест, ну, на 3-4 сантиметра. Буквально просто подрезать. Для чего? Когда сейчас шерсть с шелком начнет усаживаться, отверстие будет раздвигаться и шелк освободится и будет совершенно свободная усадка происходить, не будет никакого натяжения. Это очень важно. И продолжаем валять. Теперь уже приближаясь к центру, затрагивая уже шерсть вокруг входного отверстия, которое мы выкладывали по кругу, придерживаем шелка рукой, шелк со временем начнет подниматься весь. Когда шелк с шерстью консолидируется, слои, шелк будет просто подниматься за машинкой весь, и соскальзывания и всяких смещений не будет. Поэтому можно безбоязненно дальше уже валяем теперь середину. Видите, он уже меньше поднимается за машинкой или переворачиваем. Начинаем проделать те же манипуляции с машинкой, что и на нижней стороне. По периметру сначала. здесь вообще шелк не поднимается практически. Уже пошел процесс сваливания интенсивный, поэтому слои закрепились и уже становится как бы жестче. Все проходим аккуратно машинкой по кругу. и заходим уже теперь на середину. Здесь уже можно подержать машинку подольше, поскольку сваливание началось, поэтому мы теперь делаем закрепляющие такие движения, закрепляющие пассы. Держим машинку, можно до минуты держать машинку, как видите, я это делаю спокойно, проходит, ставим рядом на площадь и валяем. Таким образом проходим весь берет и смотрим. Шелк и шерсть должны как бы перемешаться, волокна шелка должны как бы перемешаться с волокнами шерсти, то есть если процесс начался, то его будет видно сразу на при наблюдении вот и на ощупь и по всей площади видно, что шелк и шерсть начали уже сваливаться друг с другом. На цветах вот это можно проверить, где утолщение шерсти. Всюду-всюду смотрим, все ли пиздец начало приваливаться. Проверили, посмотрели и начинаем разъединять сгиб ребро берета, то есть когда мы у нас мы валяли, естественно, слои друг к другу привалялись верхние и нижние. Естественно, где-то шелк соскользнул с шаблона и склеили слои друг с другом. Это не страшно, это можно поправить. Абсолютно нормально, видите, она разъединяется, не разъезжается. Вот мы смотрим вторую нижнюю сторону, то же самое проверяем. Где-то, может быть, что-то мы не уследили и еще раз все подергаем как следует, все ребро, пройдемся. Как видите, я это делаю очень смело. Все свалялось, уже практически слои схватились, поэтому мы спокойно выправляем все, не боясь, что у нас что-то где-то поедет. Расправляем шаблон внутри берета, сворачиваем его в кусочек теста и начинаем валять на столе. С шаблоном внутри, заметьте, пока что. Как тесто для пельменей вымешиваем его. вот видите, серая капля появилась, мыльная, это пошел линять, вернее, не линять, а отмываться маркер для дисков, и вот таким образом он весь, собственно, и уйдет сейчас у нас. Вот, все. Мы вынем сейчас абсолютно чистый шаблон, без всяких надписей, валяем, в руках валяем, и вот вынимаем шаблон. Все, теперь у нас уже слои не сваляются друг с другом, и продолжаем валять в руках. Я катаю, просто обращаемся с этим, с этой заготовкой берета, как с тестом. Не боимся абсолютно, что кто, что-то где-то подтянет, что-то, шелк разойдется, неправильно волокна, будут дырки, ничего не будет. Смело работаем, мнем, трем, катаем, для лучшей сцепки еще убираем влагу лишнюю. Видите, серая вода пошла, это отстирался маркер. Все, больше он следов о себе не оставит. И продолжаем валять. расправляем, смотрим, что же у нас в результате получилось. Рассматриваем внимательно, тщательно проверяем, вдруг что не так. Но это только для очистки совести. Всматриваемся, взглядываемся, все, проверяем все утолщения складок, где были, и может быть еще, если есть необходимость, можно еще подвалять. Но в принципе, как видите, берет уже готов, даже сейчас видно его кудрявость. И смотрим наш вход в берет. Обратите внимание, видите, полоска шерсти по периметру, ее видно, и прозрачный разреженный шелк, граница очень хорошо должна быть вам видна, вот она по всему периметру. Несмотря на то, что мы очень тонко вокруг него, вокруг отверстия выкладывали шерсть. Берем ножницы и аккуратно по этой границе шерсти вырезаем. Может быть, даже если где-то вы немножко скосите или что-то не так пойдет линия, не идеально будет ровно, это не страшно, потом это все выровняется. в процессе дальнейшей обработки просто удаляем ненужный нам теперь уже разреженный шелк. Вот что мы имеем. Вход в берет, можно его растянуть, и вообще он примет форму, размер его будет соответствовать размеру головы, на которую вы его оденете, на какую-то болванку, либо на готовую голову, в увлажненном виде, можно его будет одеть, и он растянется. Вывернули, и идем полоскать в ванную. И вот наш берет готов. Подправляем цветы, украшалки, которые мы закладывали в начале, расправляем лепестки, расправляем ниточки, расправляем кудряшки.